Всем привет! Пью воду. Просто воду. Короче, вы знаете, пришла мне идея с утра. Я нашла выход. Нашла выход, короче. И буду его исполнять. Короче, буду пытаться. Но вам пока не скажу, какой выход. Так хреново спала вообще из-за этого нервоза. Я в шоке. Какой все-таки у меня организм. Минутное какое-то впечатление. Все. Это же не нормально. И вчера вода мороженая хлопанула еще. И мне сегодня немного горло сцепило. Но оно должно пройти. Главное его не трогать. Я уже поняла. Вот если что-то заболело, главное его быстренько не давить, не убивать там какими-нибудь таблетками. А дать ему самому пройти. Вот можно воды горячей выпить. Два стакана. Промыть так хорошенько. У меня зубная щетка вчера упала в ванную. А в ванной была мыльная вода. Пришлось ее выкинуть. А новую я не купила. Так у меня теперь тоже проблема. Короче, такое главное решение, такое простое пришло. Этой проблемы. Вообще, само как-то хоп и пришло. Думаю, тю, шо я парюсь. Все. Два стакана засосала. Помыла голову, потому что я ночью, короче, вся мокрая была. Мне так колбасня какая-то была. Я проснулась от того, что у меня все волосы мокрые. Просто столько это как будто вспотелось. И вот это ж так перенервничало. Я рано легла спать, а потом в час проснулась и все, как баран. Ну, потом снова заснула и крутилась целую ночь. И как всегда сны снились. Эти. Проснулась я типа с такой прической, только высохшей. Оно, короче, волосы мокрые были. Прямо вот так вот я поднимала, крутилась. А такой-то... Что-то как мучила. А потом вот эта проснулась. Думаю, не, надо помыть голову, она мне будет бесить. Глаз немного пощемлюет вот этот. Не знаю, туда, короче, во-первых, утром попал волос мой и начал резать. Этот нормальный, а тут я не хочу даже открывать. Потом, короче, линзу одела, она начала пекти. Как будто что-то попало. И я, короче, это сняла снова линзу, промыла ее и снова одела. Но сейчас немного какой-то дискомфорт там. Не знаю, что это бы значило. Это значит, что надо уезжать. Погода такая солнечная. Странное состояние такое. Это после нервного переживания наступает такое, короче. Какое-то. А, еще написал. Ответили мне с фирмы там с одной. Что таких работ у них нет. Ну, понятно. Эти фирмы все набирают от звонка до звонка. Работа. Такие эти работы все. По 12 часов, чтоб херячили. Уже как-то не алло. Не хочется. Они вот жилье предоставляют. Херячишь там, как слон. От звонка до звонка. Это уже, короче, не то. Я хочу жить там, а не убийцам в пух и прах. И опять жить с четырьма и выше людьми. Короче, я пишу, к сожалению, такой работы у нас нету. Ну, на полдня. Там, на дневную. Я говорю, ну, ничего. Будем искать. Не буду говорить, какая фирма, чтоб не рекламируют. Но не та, по которой я ездила. Буду искать. Потому что ни в одной этой фирме не будет такой работы, как я хочу. Это только самой надо искать. Потому что не будет, короче, работы. Потому что у них стандартный набор. Это 8-12. Ну, 8-то редко, наверное. 12 и больше часов. Ну, когда работы нету и 8. Общага дают. Автобус. И все. И ездят по кругу, как белка в колесе. Это только для новичков, которые приехали. И, короче, только им надо. И обычно эти все работы, они за пределами городов. 20 километров от города. А внутри города они... Ну, короче, они находят только на тех, где ночные смены. Где не могут найти местных. Логично, что поляки не хотят большинство. Только когда их вынуждают. Тоже, когда уже там на пенсии, да никуда не берут. Так они вот идут туда. А наши только и отправляются на ночные смены. Ночная смена это хуже нету. Лучше тогда в Украине, чем ночная смена. Это я уже знаю. Должна-то так стрессануть. Притом я не хотела нервничать, не хотела ничего. Но оно само. Оно само. Так стрессануть, чтобы потом, короче, голова до сих пор чуть-чуть по... Ну, так как бы отголосочек остался. А вчера аж как она мне вот тут в районе, в этом. Господи, это кошмар. Потому что колоссальный поток энергии лупанулся. Но ничего, все прошло, пройдет и это. Сейчас попрыскаю волосы этим спреем. Ну, у меня такой спрей-кондиционер. Сейчас, короче, вода подействует. Промыет меня немного. Горло пройдет. К вечеру. Ну, там, почешу. Чешутся трошки. Потому что холодное мороженое. Глыть. А мне уже надоело вот это вот. Того не жри, сего не жри. Потому что то будет. А это, потому что то будет. Да пошло оно вон. Все. Этого не ешь. Того не ешь. Сего не ешь. Короче, снилось мне сегодня кладбище. А какой-то ребенок снился. Что преследовал меня какой-то мальчик. Потом вроде... В общем, кладбище то, где рядом с нашим... Ну, где мой дом. Где это... Мама все время на работу через него ходила. Вот так вот и преследовалась эта дорога. Сабиха этих могил я не видела. Но знаю, что там дальше был мостик. Ну, он и есть, наверное, через такое болотце. Короче, вот это я там что-то ходила, ездила. Я так и не поняла, что я там делала. Ну, это... Долгая жизнь. Это значит... Спится и снится. Снится значит спится. Может, нет. Я давно уже, кстати, что-то забила на капли. На вот эти вот шоу. Джерело. Сейчас, наверное, выпью. Снова начну пить. Такой перерывчик был. А теперь снова начну. Что-то просто забыла за них. Ну, их можно... Надо беспрерывно было. Вроде не чё-то. Ой, сейчас почитаю, что там. Мы уже написали. В комментариях. Да и всё. Да и будем дальше продолжать. Пока дождёшься того грёбаного сентября. Так, блин, настолько перемен, что... Нет тебе когда сразу. Хоп, и всё. И всё произошло. Блин. Ну, в любом случае... Надо будет приехать. Получить студенческое. А потом... Искать работу. Я там прошерстила. Некоторые места требуются. Ну, студенты. Написано на... Даже на непильный став. Этап. На непильный этап. Не так понял. На полставки. Либо... О том... Крупные магазины. Там тоже можно... Так устроиться. Попроситься. Ну, уже на крайняк. Макдональдс есть. Там тоже, я говорю, косых и кривых, и напальносправных, и студентов на те часы, которые вам надо. Там просто сказочное место. Приходи все, кто... Приходи к нему лечиться. И корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица. Всех излечит, излечит. Добрый доктор, айволит. Так вот, а и там. В Макдональдс. Приходи к нам работать. Все, кто хотите. Потому что там вечно толпень. Вечно очередь. Работы валом. Руки лишние никогда не помешают. Ну, еще есть бедронка. Любимая бедронка. Всеми любимая. Бедронка. Петронка. Короче, такие-то дела. Ну, будем искать. Как я в той фильме написала, что... Говорят, к сожалению, нас нет. Я говорю, окей, будем искать какого-то перламутрового пояса. Мне еще и удачи пожелали. Ну, потому что, Антон, эти наши... Ну, в смысле, польская фирма, только наши представители. О, сейчас начнется. А что за фирма? А что за фирма? Такая же фирма на уровне... Ну, может, нет, чуть больше, чем та, что я ездила. Но я же говорю, что это опять 12-часовые рабочие. День. А, так там много... Там вообще вакансий дохерища. Короче, общежитие... Предоставляется... Ну, в смысле, место в комнате, не общежитие. Если бы они там предоставляли хотя бы одноместный номер, а то они пишут... Два, четыре, шесть... Угу. Я лично подхрапываю. Я просыпаюсь эти последние дни от того, что... И я просыпаюсь от своего подхрапывания. Кажется, вода пошла уже... В самый низ. Правда, так быстро прошла, пока я триндела. Она хорошо проходит, когда я тринжу. Так, ладно, надо бежать. Надо бежать, надо бежать. Удача в жизни так много значит. Как есть... Она работала в бутике Берелева, пока ее парень не вышвырнул с работы. В одной из этих ужасных сцен, что ей делать и куда идти, как избежать проблем. Она пошла на удачу. Удача в жизни так много значит. Дом шатали, на-на-на, стать няней, потому что она такая очаровательна была. На-на-на-на-на-на-на. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Детям нравится всем. Столь прекрасна девушка для на-на-на-на. Вот так вот. Что-то заела эта песня. Уже давно не смотрела эту няню. А она заела.